Что вы скажете об электромагнитных излучениях? Есть ли какая-либо связь между ними и раком? Вы знаете, я не хотел бы касаться этой темы и говорить об этом, потому что это будет звучать как глобальный дьявольский заговор. Но если бы вы попросили меня придумать лучшие способы для уничтожения человечества, то электромагнитное излучение было бы одним из них. Пожалуй, это один из самых серьезных факторов. Я имею в виду все, начиная с повсеместного ношения мобильника до Wi-Fi в вашем доме. И вся портативная техника. Да, и даже часы на тумбочке около кровати. Для большинства приборов уже не нужна розетка. Я собираюсь кое-что вам рассказать. Хотите, я расскажу вам об артериальном давлении и мигрениях? Это реальная история. Вы знаете, когда я писал свою книгу «Больной, толстый, усталый», у меня было в доме три компьютера. И верите вы или нет, но я пользовался Wi-Fi, несмотря на то, что я врач, или даже практикующий врач, и я должен был лучше других понимать, что это вредно. Но я не понимал лучше других. Вы знали это, но не следовали этому. Да, я оказался в общем стаде. Это реальная история. Так вот, у меня появились мигрени, и я не мог от них избавиться. А мне нужно было закончить книгу, но я был настолько сфокусирован на ней, что не увидел леса за деревьями. Итак, я хожу с мигренями 3-5 дней, и как только я отключил Wi-Fi в своем доме и провел проводной интернет, у меня больше не было ни одной мигрени. Тогда я по-настоящему прозрел и сказал себе, «О боже, у меня же есть пациентка, которая страдает потерей волос». И она не понимала, почему. И тогда я сказал ей, «Все дело в Wi-Fi». А она ответила, «Я не могу его отключить, потому что мой муж зарабатывает с его помощью». «Все же вам лучше его отключить», – сказал я. Она ушла, и догадайтесь, что произошло. Она его отключила, и Женя на коже ее головы прекратилась. И когда ее дети пришли и снова его включили, Женя опять возобновилась. Она сразу же узнала, что Wi-Fi включен. Сейчас ее волосы снова отрастают, но происходит не только это. Wi-Fi влияет на все. Если у вас есть слабые места в организме, он ослабит их еще больше. И это уже известно. Вот почему целые школы, целые города в Европе уже запретили у себя Wi-Fi. Вы знаете, что такое логика, так пусть она восторжествует. Получается, что все, что облегчает нашу жизнь, является смертельно опасным. Микроволновки облегчают жизнь, и они смертельно опасны. Wi-Fi опасен. Я имею в виду, что если вы разрешаете вашим детям лежать в кровати с планшетом или смартфоном, их здоровье серьезно пострадает. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.